здравствуйте друзья у нас тут вечерний вопрос в видео как не врать себе и так далее вы говорите про тепличное воспитание когда ребенку говорят что он особенный в чем отличие этого от разговора в американской школе что все особенные и разные как в сша дети не привыкают к своей исключительности если взять шире то с высоты вашего жизненного опыта как правильно подходить к воспитанию детей о как размахнул как часто стоит покупать игрушки как много давать смотреть мультиков где грань между просто добрым воспитанием балл балованием и воспитанием потребителя интересует все возраста от 2 3 лет и до 16 также интересно мнение светланы ну светлана мы отдельно попросим раз уж я тут в автомобиле буду отвечать сам ну что же давайте сначала а тепличном значит тепличное воспитание в том смысле в каком я говорил в этом видео состоит не в том что ребенку говорят что ты молодец ты все можешь тепличное воспитание состоит в том что его изолируют от трудностей вообще даже не столько трудностей но нормальных но обычных жизненных ситуаций вот ему заранее там соломку подстилают его от всего значит там изолируют и так далее например скажем соединенных штатах я бы сказал что некоторый элемент вот этой тип личности присутствует в частных школах например да то есть ты оказываешься в маленькой относительно группе там как-то дети более-менее такие отобранные то есть там нет детей из многих социальных групп которые представлены в обычный там паблик школе и так далее то есть просто как-то ты может быть абстрактно знаешь что это в природе есть но ты не сталкиваешься поэтому вот вот например я бы сказал что вот в соединенных штатах примит надо вот это как бы такое в направлении тепличности но это не значит что вырастет и что-то такое тепличное потому что могут быть другие вещи которые там присутствуют скажем занятия спортом способствует тому чтобы ребенок добивался результата чтобы он не боялся конкуренции чтобы он получал удовольствие от соревновательности чтобы у особенно вот групповые виды спорта до командные значит чувство локтя там умение работать в команде отношения ну и так далее то есть есть масса вещей которые могут быть там присутствовать и и в частной школе тут совершенно не обязательно так вот когда ребенку говорят что ты там чего-то можешь или ты там ты как способны и так далее это не значит что он растет в типичных условиях это значит что перед ним может быть ставят какие-то цели высокие например если его уводят из реальности вот тогда плохо то есть вот допустим уставят там тройку да и могу это учительница плохая ну конечно да вот да тогда тогда конечно тогда плохо или там тут взятку за него дать там еще попросить тут там еще что-то сделать и тогда ребенок перестает жить вот вот в том мире начинает жить в другом может быть это более комфортно это правда но вопрос оставился как что вот значит я говорю что в тепличном тепле создавать тепличные условия плохо а как же тогда вот когда родители говорят ребенку там вот какие такие вот слова я прочитаю что это совсем разные вещи одно одно другого не касается принципиально но как это совмещается с тем что другие люди тоже как бы да получается способные значимые важные там и так далее вот это на самом деле когда ребенка говорят ты особенный ты не такой как все и так далее ему говорят не совсем так ему говорят как по-английски это юар юник с и не бани белос понимаете ты уникальный ты уникален также как и всякий другой человек то есть мы мы в своей уникальности так и принадлежит большущей толпе которая включает всех нас поэтому да да ты не должен быть как все ты не ты не обязан быть частью какого-то стадо или какой-то группы ты не такой как они они не такие как как ты это нормально поэтому ты их уважаешь за то что они не такие как ты вот за то что они такие как есть независимо от того такие они как ты или нет вот они такие как есть ты их уважаешь за это они уважают тебя за то что ты такой как есть никто не пытается никого изменить или там навязать каких-то своих стандартов там и так далее вот то что на это праве всегда вот тут вот ты там я тут вот мы не вмешиваемся не давим на псих поэтому сказать по правде я не очень вижу противоречия здесь но вот следующий вопрос если взять шире то с высоты моего жизненного опыта значит как подходить к воспитанию буквально вот в практическом плане я не знал как подходить к воспитанию я может быть сейчас не такой большой педагог там я же не по воспитанию там детей ну так я не больше чем всякий другой человек но есть у меня дочь там есть там две внучки но что я такого знаю но когда у нас вот старшая стала немножечко так чуть чуть-чуть стала подрастать и уже вторая наметилась и мы пошли светлана у нее был такой зуд и мы пошли изучать вот как бы как с детьми вот это вот векторную там психологию или как там векторная векторный анализ и вот когда вы видели у нас на канале михаила бородянского он как бы можно сказать большой тискать теоретик и практик этого дела и вот тесты которые мы в школе сейчас употребляем и тоже оттуда пришло потом как побочный результат вот этого интереса но смысл моих слов в том что нет ответа на вопрос там давать игрушку или не давать игрушку много игрушек или мало пиццу варенье значит мультики и так далее ответа общего то нет потому что дети разные и если одному ребенку например в удовольствие ну скажем какие-то атлетические соревнования в удовольствие или там физические упражнения то другому это влом абсолютно брать есть люди которым нравится физическая работа а если которым нравится идти интеллектуально а если которые то и другое с удовольствием делать разные люди и вот так как бы но тематика вот который мы тогда занимались с этой векторной дам психологии позволяет на очень ранних стадиях вот ты смотришь на ребеночка да и вот по буквально каким-то первым там признакам проявления по буквально очень ранним проявлением можно сделать вывод о том как какие там вот эти вот вектора присутствуют этих там восьми которые есть и ты понимаешь что вот для этого вектора лучше то а для этого лучше это один один больше склонен к того чтобы сидеть и там ковыряться ковыряться а другую в чем-то копаться так вот разбираться вот а другой наоборот вот артистичный а третий наоборот он чувственный а четвертый он в себе в себе ему не очень так важно что вы там говорите что там вообще есть или вас нет понимаете и вы не можете его ломать потому что кто-то вам сказал что правильно ему вот давать не эту игрушку а ту и не в 12 лет а в 14 не имеет смысла никакого поэтому если у тебя есть твои собственные дети и ты думаешь как твоих собственных детей воспитывать значит разбирайся сиди разбирайся если у тебя задача такая как бы профессиональная то есть вот допустим педагог а у него группа там не знаю там 25 человек 30 человек 10 человек он работает в городской школе или в сельской школе или в интернате или это сироты понимаете и но по-всякому бывает и наоборот математически одаренные дети перед об этом интернат для математически одаренных детей там 18 интернат в подмосковье значит всюду всюду по-разному но там уже группа и там как бы вы смотрите не то что вот это мой ребенок а вы смотрите на то что вот есть группы вы с ней работаете как профессиональный педагог это уже совершенно другой мир вот а свои дети они есть свои дети значит хорошо их знать если вы будете подгонять их под себя то скорее всего вас ничего не получится то есть они могут например как сказать вы можете их подавить это можно до подавить но и что дальше будет я не знаю тут вот я некоторое время назад рассказывал о личном пространстве что светлана заговорила что у человека должно быть место место не только вот физическое место там в доме в семье а вот вот нет некоторое место которое все уважают признают и она у него есть это его место и вот там комментарий был очень ну такой забавный там человек это что вот там у нас какая-то там alpha female которая рулит семьей там бабушка там теща кто там есть она вообще ни за кем не признает право там на какое-то место и дальше там была очень интересная фраза в результате значит муж овощ сын овощ а дочь шалава значит я такой экстрим значит я просто к чему это рассказываю что можно сломать ну то есть не каждого можно но в основном человек ломается его можно сломать и можно подмять и можно навязать вот но он может убежать в 15 лет из дома а может например вот стать овощем да или шалавой или там не на можете еще кем-то есть такие люди не сломаешь их но это мало так можно сломать поэтому существенно я считаю если это вы это ваши дети и вы думаете о том как дать им максимум того что можно дать и и и в виде игрушки и в виде поощрения и в виде там того сего надо понимать насколько для ребенка им это важно есть такой ребенок что вы не игрушкой не мультиком не прошибешь ему что-то еще нужно его за ответственность и можно давать какие-то поручения которые важны и где он отвечает за результат есть такие понимаете у него лидерские такие наклонности ему не игрушка нужна ответственность есть такие которые усидчивые значит им нужно одно есть такие которые шабутные им нужно другое вы не можете шабутного сделать усидчивым и вы не можете усидчивого раскачать в шабутного но это разные два два человека как же так поэтому поэтому так и такая история я вот знаете смотрю на телефоны там сотовые как not который продажи есть но сейчас может быть со смартфонами их не такое жуткое количество от когда просто были там еще не смартфоны там в каталоге смотришь их там какое-то невероятное когда бесконечное количество этих моделей было я думаю боже это что же такое ведь это же каждую модель кто-то же покупает то есть кому-то нужно было именно вот эта розовая кнопочка вот тут в правом нижнем углу понимать поэтому вот вот а человек ну разве можно сравнить по сложности так сказать и по многообразию поэтому лучший совет который я могу дать это первое не пытаться искать какое-то общее решение или у кого-то вот так получилось значит надо мне попробовать вот этот минут не нужно этого делать вот а дальше начните например вот с того же бородянского вот у него есть сайт как он там называется psy8.ru и вы туда придете там прям книжечка его это лежит висит можно за деньги купить более расширенную а можно там бесплатно скачать скачать менее расширены но достаточно достаточно полную там тесты вот и пожалуйста почитайте просто для ознакомления я я думаю что очень здорово будет и какой-то практический результат будет во всяком случае для меня был и я знаю массу народу которые там почитали и как бы разобрались и наши знакомые все например но не все многие а с ними вполне можно поддержать разговор найти то есть на эту тему они уже вникли в эти вектора и мы там когда о чем-то разговаривали это вот такой-то вектор там секунд и мы как бы понимаем о чем речь вот так что это инструментально это работает что-то тут полиция но это не за нами друзья это так стоит тебе зачем-то полиция что-то она тут стоит в количестве двух автомобилей да ну ладно в общем будем считать что мы тему закрыли на полицию посмотрели и пожелаем человеку успехов в воспитании детей и всем остальным тоже счастливо